Друзья, всем привет! Здравствуйте! Поговорим сегодня об давно уже избитой теме, но ясности в ней нет и не будет, наверное, никогда. Это об осыте или водянке. Мы где-то в прошлое лето записывали уже ролик на эту тему. Вот сейчас, скажем, приобрели какой-то опыт еще небольшой, и вроде бы появились новые данные об этом заболевании, и что с ним делать, как с ним бороться. И понимаю, что бороться с ним никак. Можно чуть-чуть слегка нивелировать эту проблему, но победить ее вряд ли получится. Водянка возникает в каждой партии, в какой-то больше, в какой-то меньше, но в каждой, без преувеличения, можно сказать. Если даже у нас были удачные партии по 200 штук, которых было всего лишь две особи с водянками, но они все равно были. А были партии, когда у нас из 100 штук, ну вот вы видели, да, подержат 30, и больше 20 из этих 30, это как раз последствия асцита. Их падеж, последствия асцита. А сама водянка тоже это следствие каких-либо нарушений в организме птицы. Почему бывает водянка, из чего она происходит? Ну, по определению вообще понятия водянка, это нарушение водо-солевого баланса в организме птицы, и которое еще чем провоцируется? Нарушение капиллярной кровеносной системы. Да, нарушение кровеносной системы. Нарушение в кровеносной системе. Значит, первый момент. Во всех методичках по выращиванию бройлера разных кроссов. То есть у нас есть сколько? Арборайкрос, Россовская, Кобовская, по-моему, да, таблица? Методички 4 у нас есть. Вот, везде прописан о том, что имеется такое явление у птицы, у бройлера, как водянка. Птица, вот этот бройлер, она создана для промышленного выращивания, для быстрого набора веса и создания быстрого мяса, так скажем. И вот в технологии выращивания прописано обязательно использование препаратов, которые используют на больших птицефабриках, на комплексах. Это антибиотики, сидиостатики, все это. А мы с вами, в свою очередь, на ЛПХ, для чего занимаемся выращиванием птиц? Для того, чтобы создать для себя и для своих потребителей, для своих клиентов максимально экологически чистый продукт. И мы нарушаем эту технологию выращивания птицы промышленной в своих хозяйствах. Для которой она была создана. Не применяя вот эти все лекарственные препараты, без которых ее здоровье слабенькое, как-то пытаются поддержать, скажем, да. Иммунитет. Да, и вот отсюда первопричина. Ну, первопричина в генетической предрасположенности вообще к этому заболеванию птицы. Любого бройлера, не знаю, я понимаю. А как бы вторая причина, то, что мы не можем с вами или не хотим использовать те средства, которые позволяют минимизировать вот эту генетическую предрасположенность, да, в виде асцита. Я надеюсь, я доступно объясню. Ну, продолжим. Антибиотики, они помогают органам, внутренним органам птицы не подвергаться воздействиям разным, которые, в свою очередь, выводят из строя организм птицы, так скажем. И получается, что антибиотики, поддерживая внутренние органы птицы, не дают возникновению, в том числе, и водянки. Ну, и много чего еще, да, много чего защищает птицу. Но так как мы антибиотики с вами не используем, мы с вами волею судеб будем сталкиваться с водянкой постоянно. То, что в разных инструкциях к разным кроссам прописана именно проблема такая, как водянка у бройлера, наводит нас на мысль, что одна из первых причин возникновения водянки – это склонность генетической этой птицы к этому явлению. Да, вот у несушек в нашем хозяйстве мы ни разу не столкнулись с этим заболеванием. Да, хотя вроде птицы и птица тоже, да, и зачастую тоже неидеальные условия содержания при этом. Бывает всякое. Значит, генетическая предрасположенность этой птицы к водянке, снова же прописана во всех инструкциях к разным кроссам, с этим делом мы ничего с вами сделать не можем. Это лотерея. От какой семьи мы яйцо взяли, от той семьи и будет зависеть, насколько большой процент водянки у вас в партии может встречаться. Родительское стадо вообще здорово напичкано там всякими вещами, чтобы получить в свою очередь качественное яйцо, которое мы с вами инкубируем, чтобы оно не было не заряжено там ни коксидиозом, ни кольбактериозом, ну вот этими всякими, ни сальмонеллой там самое страшное, да? То есть получается, что водянка птицы, птица генетически заложена и зависит исключительно от того, какие профилактические меры проводились с материнским стадом и как оно передало своему последующему потомству вот эту вот особенность. Накопление жидкости, расстройство водно-солевого баланса и кровеносную силу, так скажем, кровеносную систему, здоровье ее. Вот это генетически передающийся момент. Это важно, начиная от родительского стада и о том, какие процедуры с ним производились. Почему мы так вот предполагаем, что это вот все имеет место? По причине того, что у нас были различные партии от различных материнских стад, так скажем, вот, и во всех партиях бывает водянка. Вопрос в проценте птицы, которая погибает от этого явления. При одной и той же, даже зачастую, как сказать, схеме выращивания, да? Да, и при вот одной и той же схеме профилактики, да, результат разный совершенно. Были партии, в которых я применял все профилактические меры по борьбе с асцитом, да, или водянкой, и у меня был большой процент поддержа в этих партиях от этого заболевания. Были партии, в которых я вообще ничего не делал, вообще вот принципиально пробовал, да, и процент был минимальный. Там были другие поддержи, там, от СВС, да, там, вот от таких вот вещей, но от водянки там было вот две штуки. То есть, понимаете, наши вот эти меры, я вот сейчас даже до сих пор не могу однозначно сказать, действенны они или нет, как бы делаешь вот их определенный комплекс для самоуспокоения, да, что ты все сделал для того, чтобы уменьшить падеж от водянки. Но эффективность их относительная. Относительно, снова же, чего? Относительно яйца, генетически предрасположенной птицы материнского стада. Следствие чего является водянка. Ну, генетически предрасположенной этой птицы мы с вами рассмотрели. Второй момент – это кровеносная система. То, что у бройлера слабое сердце, все мы с вами знаем, это тоже мотор, да, одна из основных составляющих кровеносной системы всевозможной птицы. Птица, которая имеет водянку, у нее кожный покров становится фиолетово-синий, что тоже свидетельствует о том, что застой венозной крови происходит в капиллярах и в сетке. Папиллярный, подкожный. И она цвета такого, просто бурого какого-то, красно-фиолетовая. Ну, не промахнетесь условно. И что происходит? Птица с нарушением сердечно-сосудистой системы, заболевание это приобретает. Вот оно уже появилось у птицы, сердечно-сосудистая система. В следствии чего у нее нарушается солевой баланс, водно-солевой баланс. И печень начинает через себя просачивать жидкость в полость птицы. И получается, что как раз в полости птицы накапливается эта жидкость, это и есть водянка. Но это не само по себе заболевание, а это следствие нарушения сердечно-сосудистой системы. Насколько мы понимаем, нарушение любой системы птицы может привести к водянке. Сердечно-сосудистая это то, чем болеет бройлер, так скажем. Ее слабое место. Это плата за быстрый набор массы, за вот это вот все плюшки, когда мы имеем кусок мяса уже там за 45 дней. То есть огромная нагрузка на организм и самое слабое звено у птицы это сердечно-сосудистая система. Да, и с этим ничего не поделать тоже. Это плата, которую мы платим за ее гигантизм такой, своего рода. Что можно сделать? Птицу можно поддержать. То есть ее сердечно-сосудистую систему можно поддержать. Тот же самый сбалансированный, витаминизированный корма. Еселен помогает. Еселен в том числе, да. Вот этими всеми препаратами можно поддержать сердечно-сосудистую систему птицы. И своего рода, можно сказать, какой-то процент водянки, вероятность ее возникновения снять. Следующая система... Но не весь. Безусловно. Это будет какой-то фрагментальный кусок, да, которому мы поможем не переболеть этим делом всем. Следующий момент это что? Следующий момент это легкие. То, о чем все говорят. Нехватка вентиляции, это будет водянка, недостаточная вентиляция. Снимите птицу на пол, она будет ходить у вас по пилкам, это мне самое больше всего нравится. У вас будет снижение водянки почему-то, вот как-то как следствие это ведется, но я вообще не понимаю, не вижу ее здесь логики совершенно. Ее нет. Вот. Следующий, потому что она двигается, можно больше кровь разгонять, застой венозной крови не происходит. Возможно, но здесь приобретаешь ты другие проблемы в виде внутренних гематом на грудной мышце. Ладно, мы сейчас не об этом. Но еще момент такой, забавь боняет. Но вы усугубляете птицу, да, тем, что она гадит под себя. И вот это вот вы не убираете, как в клетках ежедневно, а она это накапливает и дышит постоянно вот этими аммиачными газами. То есть вы снимаете... И вот здесь уже, вот при таком содержании, вентиляция очень важна. То есть вы снимаете возможность водянки из-за сердечно-сосудистого застоя, вот этой венозной крови, но вы добавляете его из-за того, что у вас птица сидит на грязной подстилке и дышит аммиаком. Вы не можете никак его убрать, он все равно есть. Подсыпай, не подсыпай, все равно что все там остается. И она этим дышит в любом случае. А аммиачные пары, как известно, при смешивании с влажным воздухом оседают. То есть она как раз у вас вот в зоне максимального содержания миака. Что влечет к чему? Приводит к болезни легких. А болезнь легких, вот этот всякий, вот когда вы вскрываем птицу с водянкой, часто, зачастую, ее легкие превращаются в такое темно-красное, с темными пятнами, такую вот непонятную субстанцию, у нее явно какая-то плохая болячка на легких. Это не болячка, да? Патологика какая-то. У нас патологика какая-то. Вот. И это, в свою очередь, приводит снова же к нарушению водосолевого баланса в организме птицы и к водянке. Да? Как следствие того. Легкие. Отсюда идет вот это вот все утверждение, что вентиляция очень сильно влияет. Влияет, безусловно, вентиляция должна быть. Но она вас не спасет от водянки на 100%. Это не единственная панацея, как вот все кричат, там, вентиляция. Нет. Водянка, еще раз, это комплекс мероприятий, комплекс исключительный. И комплекс причин. Это следствие многих причин. Следующий момент возникновения водянки – это неправильная работа печени. Печень у нас и у всех, и у птиц, и в том числе и у организма, это фильтр. И любые токсикации, любые неправильные какие-то работы других органов, оно может сказаться на печени именно. Этот фильтр, он улавливает вот эти все моменты нехорошие. Нарушение печени функциональное происходит. И через нее начинает просачиваться жидкость в полость брюшную. Следствием мы имеем водянку. При вскрытии от водянки птицы мы видим зачастую нарушения эти печеночные по виду печени. Печень бывает увеличена, на ней бывает такая плотная, белая, как пленка. Явно нездоровая печень. Практически. Ну, я не знаю. Всегда, когда вскрываешь птицу с водянкой, у нее печень никогда не бывает идеальной. У нее всегда есть вот и на печени показатели неправильной ее работы функциональной. Вот. Что такое печень? Еще раз, печень-фильтр. То есть отсюда, ну, как бы я делаю вот такой, что корм. От корма очень многое зависит. И от корма тоже неправильного бывает возникновение водянки, как следствие. Неправильное кормление птицы приводит и к нарушению солевого баланса, и к нарушению внутренних органов, ну, всех, наверное, насколько я понимаю. И в том числе к токсикации птицы, которая сказывается в итоге на печень, а печень выводит нас к водянке. Вот как раз одним из методов борьбы вот с этой интоксикацией печени, особенно в летний период, потому что в зимний период я особого эффекта от этого мероприятия не обнаружил. А вот летом заметно, это подкисление воды. То есть оно не дает портиться еде, да, ну, вот, пище, внутри прям птицы, да, вызывая отравление как раз, которое сказывается и на печени в том числе. Токсикация. Смотрите, какая схема. В желудке птицы достаточно низкий, бролера, бролера, низкий кислотно-челочный баланс. То есть пища попадает туда в большом объеме, а бролер кушает много. Она имеет какое-то время застой там в этой желудочно-кишечном тракте и начинает тоже не окисляться, как сказать. Ну, портится, да, грубо говоря, и портит при этом птицу. И этот, как раз это явление, и пытается нейтрализовать. Кстати, антибиотики тоже, наверное, такие вещи нейтрализуют. Ну, конечно. Как один из подпунктов, да. Единол, помните, рекомендация есть, добавлять единол в воду и водянки не будет. Я думаю, что тоже ноги растут из этой схемы. То есть единол дезинфицирует вот эту вот микрофлору внутри желудочно-кишечного тракта. Опять-таки позволяет только снять часть проблемы, не полностью. Все это позволяет снять только часть проблемы. Мы с вами ничего не сможем сделать с генетически предназначенной птицей к этому явлению. Поэтому мы с вами можем только чуть-чуть слегка нивелировать вот именно вот этими вот моментами результат. Мы никогда не теряли там полпартии или еще что-то. Мы, наверное, теряли в рамках 30% от водянки. Есть люди, которые пишут нам, что потеряли там всю партию практически. Ну, практически, да. То есть ничего не делая, да плюс ко всему, если, не дай бог, вам попадется яйцо, которое недостаточно над родительским статом поработали в этой сфере, я думаю, что можно потерять всю партию. Но можно нивелировать до 30 хотя бы процентов, попробовать. Именно вот этими некоторыми мерами. Кальций, ясилен, что еще? Усиленная норма, да? Витамины поддержат вашу птичку и ее сердечное сосудие. Ну и качественный корм обязательно. Корм вообще играет очень большое значение в процессе развития и здоровья внутренних органов птицы. Я надеюсь, с этим никто не будет спорить. А здоровье внутренних органов птицы как раз и приводит к снижению падежа от водянки, потому что водянка является следствием каких-либо заболеваний внутренних органов птицы. И мы не верим вот в сообщение, когда она пишет, да, у меня нету падежа от водянки, я вообще не знаю, что это такое, и вообще у меня падежа нету. Ребят, возможно такое, возможно. Если вы пичкаете ее как с диастатиками, антибиотиками и так далее, и, вы знаете, не надо лукавить, я не применяю антибиотики. Ну, я применяю коксидиостатики. Ха-ха, очень смешно. А коксидиостатики сейчас зачастую, они широкого спектра действия и антибиотичного ряда, там, тот же... Ионоформный антибиотик. Да, ионоформный... как? Ионоформный антибиотик двигается. И поэтому давайте вы либо это самое, трусы оденьте или крестик снимите. Вы... не надо задвигать таких тем. Пойдешь, не будет вас падежа, он будет все равно, но он будет очень минимальный, скажешь так, он минимизирован будет, если вы будете использовать антибиотики и коксидиостатики. Или антибиотические коксидиостатики. Мы... и птицы у вас будут расти, кстати, лучше на них. Конечно. Мы обязательно это проверим, обязательно, но чуть попозже. Это будет сюрприз. Да. Так, и вообще вот, смотрите, давайте я быстренько скажу вам, какие... от чего асцид появляется, от чего он зависит, как это написано в литературе по ворачиванию бродера. Начнем по порядку. Первое. Это качество яйца. Да? Вернее, не так. Первое. Это качество раильского стада. Это генетически передающиеся вещи. Какие мероприятия по профилактике заболеваний делалось на этом раильском стаде? Второе. Это качество яйца, полученное от этого раильского стада. Третье. Это качество инкубации и качество цыпленка, которое, значит, получит. Да? Да. Вот. Плохая инкубация, больные внутренние органы, асцид. Прямо длиннее. Четвертое. Четвертое уже пошло по созданию микроклиматра для птицы. Бройлер – это сложная птица, которая массу имеет всех этих нюансов. Ряд мероприятий. Ряд мероприятий, которые достаточно одно не соблюсти, и будет геморрой. Так вот, значит, дальше пошли. По микроклимату. Это вентиляция. Причем вентиляция трех видов. Минимальная, промежуточная или переходная, и тоннельная. Не будем мы на этом останавливаться сейчас. Далее, значит. Схема освещения. Освещение тоже влияет на осыт. Да. То есть, сколько вы даете птице покоя в сутки? В каком режиме, в какие промежутки суточные этот покой вы даете? Дальше, значит. Подожди. Тут ряд нужно вывести из этого. Чем больше перерыв световой, тем меньше птица в это время ест, тем она лучше отдыхает, тем меньше она, кстати, может набирать вес. Есть такой момент. Но при этом она меньше страдает. Меньше стрессует. У нее меньше стресс. У нее сердце покрепче. Желудок отдыхать имеет возможность тоже получше. В общем, если коротко, не слушайте, кто говорит, что свет постоянно. Нет, птице надо отдыхать. Вы себя поставьте на место птицы. Представляете, если вам 45 дней свет не выключать, да вы рехнете, с ума сойдете. Птице тоже нужно, у нее живой организм, ей тоже нужно отдыхать. Даже есть такое понятие в Европе, как, я не помню, как это точно называется, но типа чуть ли не соблюдение прав птицы. То есть вы выращиваете птицу на мясо, вы должны все равно ей давать хорошие условия вот этого короткого проживания до забоя. Ладно, это я отвлекся. Ну и еще какой пункт, это корм. Сейчас гринписовцы тебя похвалят. Но корм, корм. Защита прав птицы. Это корм. Да, очень важный момент, конечно. Так что вот такие вот вещи, да, это сколько пунктов получилось, я сбился уже, но 5-6, да, пунктов, от которых зависит возникновение ассито. Давай теперь по нашим мероприятиям, вот что мы выяснили, да, на своем хозяйстве. На качество яйца мы повлиять не можем, на качество цыпленка мы повлиять можем. Мы здесь стараемся соблюдать правильный режим инкубации. Значит, дальше. Подкисление воды. Я еще раз говорю, что мы заметили эффект только в жаркий период времени. Летом. Летом была партия, я говорю, что я ничего не делал, не подкислял воду и падеж был от водянки минимален. Была партия, когда я подкислял весь период практически с 10 дня и падеж был в чумовой от водянки. Но порядка 30% снова. Вентиляция, вентиляция, я уже, уже это изъезженная тема, я не скажу, что это панацея. Не панацея. Не панацея абсолютно. Если бы у меня остались бы просто форточки мои открытые постоянно, да, сильно бы ситуация не поменялась. Да, я сделал. Ну, не панацея, но все равно упражнение. Да, я сделал вентиляцию, у меня теперь как положено, но вот при новой вентиляции на экспериментальной партии с Маркормом был падеж от водянки более 20 штук. Процентов? Процентов, да, нет. А ну и штук процентов. И штук тоже, да, там и ста мы берем. Опа, вот тебе вентиляция, да? Вот. А было у меня зимний период выращена партия, 200 штук, 200, и 2 только цыпленка погибли от водянки, когда у меня еще вентиляции новой не было. Так что я не скажу однозначно, что это вентиляция. Да, она важна, но насколько? Сложный вопрос. И как профилактика этого же еще явления, помимо вентиляции, уборка помета ежедневно. И корм. 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 Кстати, от того, чем вы кормите, зависит и запах помета. Тоже немаловажно. И его количество, как выяснилось. Ребята, я забыл, сколько должно быть помета, кормя его другими кормами. До вот курины сейчас вот заметно меньше помета. На пурине. На пурине. Ну прям сильно заметно. И сильно меньше. Сильно меньше, да. Ну вот эти вот основные моменты, да. Что еще мы не ушли? Какие еще? Поэтому и говорят, что... Плотность посадки. Безусловно. И естественно же, конечно, та схема содержания, напольно или клеточно. Споре здесь глупо, что при кретосном содержании меньше воздействия аммиака на птицу. Есть шанс убрать. И меньше возможно заболеть кокцидиозом, но она стремится к нулю, если у вас правильно дезинфицируется. При напольном ситуация другая. И при напольном вы будете пичкать птицу кокцидиостатиками. Если не хотите рисковать своими деньгами. Кокцидиоз, кстати, бывает чуть ли, по-моему, в семи, что ли, видов, помнишь? Да. И если один вид может привести к крупному падежу птицы, то другой вид просто притормозит рост. И вы не можете не видеть признаки кокцидиоза. Есть слабая форма, которая не проявляется, но она есть у птицы. И просто птица хуже растет. И, конечно, вы будете иметь другие весовые показатели, если будете применять даже просто кокцидиостатик. Что, кстати говоря, зачастую хуже, чем применение антибиотика, потому что выводится дольше и оказывает влияние на организм человека с мутационными действиями. Короче говоря, ну, в общем, это другая тема. Вот. Так что, как мы можем бороться с водянкой? Бороться никак. Профилактировать можем. Можем подкислять воду, можем поддерживать сердце и кровеносную систему, поддерживать легкие уборкой, постоянное отсутствие мемека, хорошую систему вентиляции и проветривания. И что? Хороший корм даст нам возможность с вами не сталкиваться с многими проблемами внутренних органов, которые вследствие будут иметь водянку. Это профилактические меры, которые мы можем с вами сделать. Ну и качественная инкубация, которая изначально заложит в вашей птице более-менее нормальное развитие органов. Да, но самое главное, вы для себя должны определиться. Если вы хотите выращивать для себя и для своих клиентов чистую птицу, но максимально чистую, возможную в наших условиях, то вы здесь не используете аптечки, антибиотики, коксидиостатики, а упор делаете на гигиену, на профилактику, дезинфекцию помещений ваших клеток, на витамины, на какие-то, скажем так, разрешенные препараты в виде витаминов, тех же иммуностимуляторов воспринял, кальций, борглюканат, глюканат и ясилен. Либо вы променяете корма, в которых якобы все есть, но это тоже бабка надвое сказала. И смиряетесь просто с процентом падежа, с вашим, вот как мы это сделали. Если вам будут говорить, что это 2% максимум, это повод задуматься сразу. И вы можете с точки зрения бизнеса заработать больше, уменьшить падеж может быть и до 2%, но тогда ваша птичка будет напичкана этими препаратами, возможно, что круче, чем на птицефабрике, возможно. Там же как-то контролируется, там условия тоже. Но будет, короче, напичкана. И как бы здесь уже каждый делает свой выбор. Будьте готовы к тому, если вы только начинаете заниматься боролем, что водяка у вас будет. И не всегда вы способны на это повлиять значительно. На птицефабриках условия для содержания птицы, они должны быть более-менее, так скажем, идеальные. То есть вентиляция, я имею в виду, постоянное водоснабжение, там расчет кормов, там все эти люди, заточенные под это дело, сбалансируют их питание. Плюс ко всему они еще и пропаиваются антибиотиками. То есть внутренние органы птицы на фабрике, в общем, подготовлены к тому, чтобы не случилось это следствие их заболевания и водянка. Но все равно случается. На птицефабриках? Да. Я не знаю. Ну как, не знаешь, если в методичках пишут, что ацит – это большая проблема для при выращивании бролеров, значит, это случается? Это случается, но борется с ней там гораздо большим спектром воздействия. Там заложен все равно процент падежа, это написано, понимаешь? Так что это все равно есть. И еще такой момент, вот интересный, смотрите, не просто так птицы убирают в 32 дня, потому что водянка начинается как раз в 30 где-то дней. И я так понимаю, что если вы на птицефабрике держите дольше птицу, то это, конечно, больше корма они съедят, себестоимостью увеличится, и больше рисков, что у вас просто валится, начнет птица от водянки. Поэтому ее, я так думаю, начинают убирать вот так рано. Потому что вы в продаже в магазине птицу, там, килограмм 300, да, больше-то редко увидите. Ну нет, полтора. Ну полтора, хорошо. Ну билы два. Все равно. Я думаю, что с этим тоже связано. Ну все, друзья, всем пока. Вот так вот мы поговорили с вами о водянке. У кого есть свое мнение или информация на этот счет, свои наработки, пишите в комментариях. Давайте делиться этой злободневной, так сказать, темой. Всего доброго. Всем пока, еще раз.